Ребята из коррекционной школы спешат на спектакль в Театр кукол Огнива. Они первые зрители четвертого сказочного марафона «Сказка в каждый дом». И проходить вам будет при поддержке Театра кукол в гостях у УЗИ. Мы Тищинского театра кукол Огнива имени Станислава Железкина. Этот социальный проект был основан в 2014 году и создавался как еще одно лекарство для того, чтобы особенные дети чаще улыбались, верили в себя и чувствовали, что они нужны. Всю неделю в Театре кукол будут проходить экскурсии, спектакли, мастер-классы, интерактивы. По словам художественного руководителя театра, время для проведения сказочной недели выбрано не случайно. В промежуток времени между нашими главными профессиональными праздниками, между 21 марта – это Международный день кукольника, и 27 марта – это Международный день театра, мы решили отдать, так скажем, сцену и помещение нашего театра в пользование детям с особенной системой развития. На площадке нашего театра проходит сказочный марафон «Сказка в каждый дом». Все глазки на сцену внимательно смотрим, сказка спешит вам. Открывает марафон спектакль «Соломенный бычок» Матищинского театра кукол в гостях у Кузи. В рамках фестиваля планируют показать шесть спектаклей, в том числе для неслышащих и невидящих деток. Для того, чтобы поставить эти спектакли, организатор проекта Мария Кузнецова закончила курс сурдоперевода и получила редкую специальность тифлокомментатора. Мы представили два спектакля – это «Айболит» и «Красная шапочка». Именно эти спектакли будут, они уже давно идут в репертуаре театра, но мы их постарались адаптировать для просмотра особенных деток. «Айболит» будет адаптирован для детей неслышащих и слабослышащих, а «Красная шапочка» будет адаптирована для детей незрячих и слабовидящих. Мария будет лаконично описывать все, что происходит на сцене. Это позволит незрячим детям погрузиться в атмосферу спектакля. Для ребят это важно. Важно выходить в свет, важно смотреть спектакли. Сегодня первый раз на представлении, никогда тут не было, интересно все было. Впервые в рамках марафона пройдет творческая лаборатория. Сцена для всех. У молодых людей с инвалидностью будет шанс попробовать свои силы на театральной сцене. У нас будет проходить театральная лаборатория для детей с инвалидностью 18 старше лет. Мы пригласили, подали несколько ребят заявки и вместе с артистами мы будем заниматься тренингами, попробуем за неделю сделать что-то интересное, какой-то номер. И 27 в 15.00 будет закрытие нашего фестиваля, где выступят уже эти ребята в качестве вот такого как артистов. И у нас получится такой небольшой инклюзивный маленький театр. Эта новость порадовала специального гостя марафона. Мне кажется, это очень важно, потому что спектакли есть уже давно в поле российского театра. А вот посмотреть на живую работу с людьми, которые, может быть, впервые выходят на сцену, это всегда очень интересно. Традиционно аплодисменты и цветы получают актеры на сцене. Но сегодня в качестве исключения нежные тюльпаны подарили зрителям. Причем букеты они составили самостоятельно. Субтитры создавал DimaTorzok